Всем привет, кисей коты! Добро пожаловать на канал Страшных Историй! Сегодняшнее видео будет называться Бен Утопленник. Боги! Также у нас отчет удачи. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю. Итак, считаем. 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставил лайки, удачи, отправляется к вам. Также не забывайте про нашу новую традицию. В конце каждого видео ваши комментарии. Так что пишите. И, возможно, именно ваш коммент попадет в видос. Да! Ну а мы начинаем смотреть про утопленника Бена. Погнали! Сквозь пыльное окно пробивалось солнце. Лучики подсвечивали все разводы. Жирные отпечатки пальцев и приклеенные к поверхности давно затвердевшие жвачки. Смотреть на мир сквозь такой грязный глазок было не слишком приятно. Но точно приятнее, чем наблюдать за гадкими одноклассниками. Бен не слушал бормотания учителя, наблюдая за улицей. А там уже наступила весна, но тепло и солнце раздражали мальчишку. Когда холодно, на улице... Мне кажется, он в какой-то депрессии, во-первых. А может, во-вторых, он поэт. Поэтам нравится вот эта вот вся вот тоска, грустня, чтобы писать лучше. Редко кого встретишь. Но только потеплеет, и улицы тут же заполняются людьми. Людьми, которые тебя замечают. Мысленно Бен уже вернулся домой и забился в свою тесную, затхлую комнатушку. Заваленную картриджами и комиксами. Только там им было комфортно. Только там он мог расслабиться и ничего не бояться. Звонок выдернул Бена из мечтаний. Мальчик схватил рюкзак и быстро выбежал из класса. Недавно Бен узнал, что один чокнутый дед из соседнего квартала собирается устроить распродажу. Окопаться в старье, сваленном в кучу и пахнущим подвальной сыростью коробок Бен любил. Иногда на таких барахолках можно найти настоящее сокровище. Что это сдавлено? Знаете, это как фильм ужасов начинается. Мне кажется, сейчас он найдет какую-нибудь такую реликвию, какой-нибудь амулет. Или какую-нибудь книгу заклинаний. И, короче, с ним что-то произойдет. Мистическое. Вдохнул он. Глази на пожеванного временем человека, почти незаметного за горой коробок. Выцветшие глазенки деда странно блеснули. Бену даже показалось, что старикашка вздрогнул. Смотря на золотистый картридж в руках Бена, он ответил. Это? А, это осталось от внука. Он очень любил игры. Это, кстати, он сам придумал. Добавил старик. Забирай, если хочешь, за пару баксов. Смотря на картридж без наклейки, Поверх которого маркером было написано Маджора, Бен не верил своим глазам. Это была новая часть Legend of Zelda, которая находилась в стадии разработки. Как? Его мечта исполнилась. Он держал в руках бета-версию. Окрыленный находкой мальчишка не замечал ничего вокруг. Бен думал лишь о том, как бы поскорее прийти домой и включить приставку. Он спешил, но внезапно что-то заставило его остановиться. Мальчик оглянулся и заметил в тени деревьев троицу, мимо которой ему почти удалось проскочить. Лиэм и его два дружка. Дэвид, высокий, похожий на сгорбившуюся крысу, и Мессон, мелкий гнуссовый мерзавец. Гони карманы, придурок. Лиэм вышел вперед. Двое позади подхалимские захихикали. У меня сегодня нет денег. Пробормотал Бен. Крепче сжав Лиэмку рюкзака, болтавшегося на одном плече. Ноги приросли к земле, а сердце плюхнулось куда-то в стоптанные кеды. Лиэм пригладил свои без того вечно прилизанные соломенные волосы и сделал шаг вперед. Руки в карманах. Наглая усмешка обнажила плохо очищенные зубы. Взгляд хулигана остановился над опорчивымся кармани Бена. Мальчишка не успел моргнуть глазом, как почувствовал, что падает. Лиэм толкнул его назад, и Бен предательски зацепился за развязавшийся шнурок. Денег нет, говоришь? А это что? Навис сверху Лиэм. В руках он держал потрепанный картридж. Хулиган смотрел на свою находку с недоумением. Смотрите, короче, что сейчас будет. Мне кажется, что сейчас они заберут у него эту игру, а она по-любому проклята. По-любому, прям 200% вам даю. Они в нее поиграют, и с ними что-то произойдет. Они утопятся? Как вы считаете? Капки. Возмутился он, осознав, что это не зеленая купюра. У Бена перехватило дыхание. Теперь между ними и его мечтой стоял этот белобрысый кретин. Он пытался схватить игру, но рука с картриджем быстро взметнулась вверх. Так ты любишь игры? Будет тебе игра на выживание. Засмеялся Лиэм. Игнорируя боль от поцарапанных ладоней, Бен почти поднялся с асфальта. Но ему прилетело в живот. Он согнулся в руку. Игнорируя боль от поцарапанных ладоней. Голоса доносились издалека. Из-за чего Бен указалось, что он находится под водой. Рядом действительно была вода. Мимо этого тухлого озера Бен проходил дважды в день. Болотце лежало на пути в школу. О боже! Сознание не подключалось, то выключалось. Бен не понимал, что происходит. О боже! Не говорите мне только, что они понесли его топить, эти уроды! Что бывают такие вообще? Зачем? Такой хороший пацан! Блин! Куда-то, где пахнет гнию. Звук шагов изменился, и шаркающего стал глухим, будто шли по деревянным доскам. Бро, это уже слишком. Мы так не договаривались. Пискнул знакомый голос из оглох. Закрытые от страха глаза полоснуло огнем. Сначала левый, потом правый. Боль была невыносимой, и Бен закричал, разрывая легкие. Боль тут же переползла с лица на грудную клетку. Воздух начал заканчиваться. Бен кричал и кричал, а потом почувствовал, что падает вниз, погружаясь в холод. Руки мальчишки на миг прикоснулись к шершавым камышам и исчезли под водой. А, уроды, а! По телевизору показывали рекламу. Лему наскучило смотреть эту дрянь, и его взгляд случайно зацепился за картридж, валяющийся возле дисков с фильмами. Парень почти не играл, но приставка у него, конечно, была. Родители баловались и ночи как могли. Покрутив картридж в руках, подросток запустил игру. Отвлекшись на поиске чипсов, он краем глаза заметил, что на экране быстро промелькнула какая-то надпись. Лиам видел, как Дэвид рубился в игру из этой серии. Поэтому на секунду выпал, когда рядом с его персонажем возник еще один и неотрывно следовал за ним. Пожав плечами, Лиам продолжил играть. Все то время, пока он проходил уровни, цифровой двойник находился к нему спиной. Вспомнив, что чипса он так и не нашел, парень пошел на кухню. Вернувшись, он так испугался, что едва не растянулся прямо перед диваном. Так... Мне кажется, вот там как раз это Бен на экране будет сейчас в виде персонажа. За ним наблюдали черные провалы глаз. Чувак, ты гонишь. Не было таких приколов в игре. В очередной раз закатил глаза Дэвид, закидывая ноги на столик. Мэйсон опустился на ковер перед диваном, но промолчал. Игры его интересовали гораздо меньше, чем изучение насекомых. Мэйсон любил ловить жуков или бабочек, а потом запирал их в банки без еды и воздуха. Сейчас сам увидишь. Фыркнул Лиам, вставляя картридж в слот консоли. Бак никуда не исчез. Странный персонаж, не показывающий лица, снова появился на экране. Как только ребята запустили Мэйджора. Бред какой-то. Почесал затылок Дэвид. В других частях такого не было. Я играл в них, знаю, о чем говорил. Заинтригованные мальчишки наблюдали за тем, как Лиам проходит игру. Все ждали, когда же непонятный персонаж вернется к ним лицом. Но в этот раз лицо с черными глазами не появлялось. Вчерашние посиделки не давали Лиаму покоя. Он точно знал, что страшное лицо Линка с красными подтеками под глазами ему не привиделось. Он бы сам ни за что не поверил в такую фигню, если бы это случилось с кем-то другим. Но это была правда. Игра пугала его. Но в то же время будто звала приказ. Короче, мне кажется, что там был какой-то шифр в этой игре. Эта игра по-любому мистическая. И если ты один раз в нее играешь или включаешь ее, то все, ты не можешь. Ты уже в игре, точнее игра в тебе. И вот этот персонаж, который их пугает, он настоящий. Он существует. Но меня больше всего интересует, что же там с Беном, которого бросили в болото. Был от трясущимися руками, он снова подключил поцарапанный картридж Мейджора и погрузился в игру. Мать задерживалась на работе, а отец был в командировке. Раскидав чипсы по дивану, Лиам исследовал новые локации, полностью увлекшись происходящим на экране. Бутылка газировки дала о себе знать. Пришлось оторваться от игры. Подняв взгляд перед собой, Лиам замер от страха. Из зеркала на него смотрело бледное лицо. Провалы на месте выколотых глаз не выражали эмоций. Но отдающие синевой губы Линка искривились в злобной усмешке. Ты не должен был этого делать. Весело сказали по ту сторону. Звук упавшего ножа уже не долетел до ушей Лиама. Остывающее тело висело, как сломанный манекен и слегка покачивалось. Телевизор продолжил проигрывать мелодию из Мейджора. Но его будто заело. Один и тот же отрезок повторялся раз за разом. А звук постоянно прерывали помехи. Они были похожи на чей-то смех. Лиам, дорогой, ты дома? Прихожая хлопнула дверь. Каблуки звонко отсокали по плитке. В пустом доме этот звук казался просто грохотом. Выйдя из освещенного коридора, миссис Уайт не сразу поняла, что произошло. Как только ее уставшие глаза привыкли к темноте, она схватилась за сердце и закричала. На вопль сбежались соседи, а к ночи дом был полон чужих людей. Они снимали отпечатки и заглядывали в каждый угол. Молодой офицер, приехавший на вызов, старательно отводил взгляд от черных дыр, на месте которых когда-то были глаза жертвы. Прошло много времени, прежде чем миссис Уайт решилась распродать вещи сына. Она, наконец, подалась уговорам психотерапевта, который советовал самым буквальным образом распрощаться с прошлым. Избавиться от всего, что хранилось в закрытой комнате. Женщина прижала к груди альбом с фотографиями сына и с грустью наблюдала за тем, как соседские мальчишки копались в коробках, выставленных на лужайке. Миссис, откуда у вас эта игра? Рассеянный взгляд Джорджа сфокусировался на неожиданно взрослом человеке. Короче, такая фигня. Сейчас эта игра будет распространяться по всему этому району, но я не могу понять, где Бен. Я понимаю, что эта игра живая, что этот персонаж живой, но где наш Бен? Неужели в этот персонаж и есть этот Бен, которого утопили? Или он все-таки жив? Почему про него не говорят? Почему говорят про какую-то игру и про других людей? Где тот наш персонаж, с которого все началось? Тей стоял мужчина в белом. Красная кепка кидала тень на его измученное лицо. В руках у незнакомца был золотистый кусок пластика. Извините, я не знаю. Это вещи моего сына. Взгляд из-под кепки стал сочувствующим. Мне же. Я попробую все исправить, мэн. Миссис Уайт не успела что-то ответить, как вдруг человек стал нечетким, будто картинка на телевизоре с помехами исчез. Это сейчас что, в конце был Бен? Правильно? Или нет? Или я что-то не понимаю, блин? Объясните мне, пожалуйста, в комментариях. Я верю, что вы лучше меня разберетесь в этой ситуации, в этих ваших играх. Вот это все. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой ситуации. Где Бен? Где все остальные? И что с этой игрой? Пишите обязательно. Вот такое видео сегодня было, ребята. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я это уже говорила. Я вас люблю. Целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok